Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Живого радио программа «Театр наизнанку» и я ее ведущая Каэли. Сегодня у меня в гостях гость несколько необычный, журналист, писатель, телерадиоведущий и театральный режиссер Андрей Максимов. Андрей, здравствуйте! Добрый день! Андрей, у вас столько регалий. Все-таки кем вы ощущаете себя больше? Журналистом, писателем, драматургом? Я себя ощущаю Божьим рабом. А какая область деятельности вам ближе? Знаете, у меня есть ряд вопросов, которые мне задают всегда. Это какая часть деятельности мне ближе, откуда у меня столько времени, по какому принципу я выбираю гостей на ночной полет. Поэтому у меня уже есть некие заготовленные ответы. Если бы какая-то из этих областей была мне не близка, я бы ее не занимался. Поэтому я занимаюсь тем, что мне... У меня такая счастливая судьба, что я имею возможность заниматься тем, что мне нравится, и еще получать за это деньги. Хорошо. А ваши родители тоже были творческими людьми, тоже были писателями. Ваш выбор изначально был предопределен, что вы хотели пойти по их стопам? У меня родители не были писателями, у меня писателем был папа, он был поэт, драматург и писатель. Мама никогда не была писателем, она была папиной женой и одновременно работала. Беру пропаганду, советую писать, но никогда сама не писала. Я думаю, что предопределяет Господь, то, что будет делать человек. Но я с самого начала рос в такой творческой среде, естественно, я с самого начала хотел заниматься... В общем, я всегда хотел писать, потом я хотел писать пьесы, а уже потом у меня возникла идея, что я могу их еще и ставить, как свои пьесы, так и чужие. Многие мальчики в детстве хотят стать пожарниками, космонавтами. Может, у вас тоже была какая-то... Я думаю, что это... На самом деле, я думаю, что это легенда. Я лично не встречал ни одного ребенка, который бы хотел стать космонавтом или пожарником. Моему сыну 9 лет, он хочет быть актером, я знаю его, я знаю его друзей, никто не хочет быть космонавтом или пожарником. Мне кажется, что это... А уж космонавтом-то уж. Я знаю людей, которые хотели быть продавцами мороженого, это, мне кажется, правильное такое детское желание. У меня никогда не было такого экзотического желания. Единственное, что я некоторое время хотел быть дрессировщиком, но моя мудрая мама, она отвела меня к Наталье Юрьевне Дуровой. Она сказала, хочешь, пожалуйста, вот пойдем к Дуровой, Дуровой тебе покажет. Просто поговоришь. Я пришел к Дуровой и увидел, что у нее два откусных пальца. Оба они были откусаны на разных руках, они были откусаны разными зверьми. После чего решил, что я не буду дрессировщиком, а буду писателем, у них вполне это будет достаточно. А ваш сын в 9 лет уже играет, как в ваших спектаклях, так и других. А если все-таки он выберет театральный вуз, вы не будете ему препятствовать? Я буду всячески ему помогать, по блату устраивать его в лучшие театральные вузы, умолять худруков на коленях, чтобы они его взяли. Потом по блату устраивать его в театр, пытаться его отвезти в разные фильмы. Если он выберет какую-то стезю, я буду всячески ему помогать и всячески способствовать тому, чтобы это его желание реализовалось. А как вообще его начало отецовская карьера? У него есть несколько таких занятных качеств. Он, во-первых, никогда не был, не то, что никогда не был маленьким, но он никогда не разговаривал с Сюсюкой. Он никогда, у него всегда была взрослая речь, вот как он начал говорить, никогда не картавил, никогда не Сюсюк. Он как бы сразу начал существовать, как только как взрослый человек. И столько, сколько я его помню, я помню его, соответственно, всю его жизнь. Он всегда хотел быть только артистом. Все мои, я бы поначалу хотел как-то его от этой истории увести, заставить его заниматься телевидением или чем-то таким еще. Ничего у меня не получилось. И когда я понял, что он хочет быть артистом, я решил, что пусть он попробует быть артистом. Дальше, если ему не надоест эта вся работа, то, значит, не надоест. Если надоест, значит, будет делать что-то другое. Мне кажется, что для мужчины очень важна увлеченность каким-то делом. Это очень важно, увлекаться чем. Не важно чем, можно увлекаться сбором, собиранием марок, а можно увлекаться актерской профессией. Это не принципиально, надо чем-то увлекаться. А вы сами на телевидение пришли, как вы попали? Я на телевидение попал, когда мне было 14 лет. Приехало телевидение и стала снимать передачу, где я учился. Я ходил в какой-то типа литературного кружка, по-моему. И нас снимали, и мы должны были прочитать стихи своих любимых поэтов. Я читал стихи Левитанска. Это было, соответственно, 36 лет. Программа «Ночный полет» выходит в эфир уже более 10 лет, наверное, да? Нет, программа «Ночный полет» выходит в эфир менее 10 лет. Будущий сезон будет 10-й. 10-й. За это время было уже более 2000 эфиров? Нет, за это время было 1744 эфиров. А, какая точность. Просто у нас на каждом эфире выскакивает такая надпись, там, такой-то по счету эфир. И поскольку я никогда не знаю, будет ли в новом сезоне продолжена программа или нет, я запоминаю, какой эфир был последний. Так я запомню. Постались ли еще люди, с которыми хотелось бы поговорить, которые еще не... Ну, просто море, океан еще людей, с которыми хотелось бы поговорить. Просто вот сейчас только что, например, Сережа Голомазов стал художником, руководителем театра на Малой Бронной. Очень хочется не поговорить. Очень хочется поговорить с Владимиром Путиным. Очень хочется поговорить с министром каким-нибудь, как, например, Шайку, которым у меня еще не было. В общем, осталось давно новое, в общем, полно актеров, полно писателей, полно режиссеров. Очень много. Вот это неисчерпаемо. Эта история неисчерпаемая. Наверное, все-таки тоже не обойду стандартный вопрос. По какому критерию отбираются гости? Я не отвечаю на этот вопрос в силу того, что, ответив на него 1564 раза, я понял, что в следующий раз будет последним, я сойду с ума. Чтобы не сойти с ума, я уже не могу про это говорить. Хорошо. Тогда такой вопрос. У нас сейчас в советах массовой информации очень большую роль играет звездный статус человека. Что если редакторы считают, что человек не звезда, его не имеет значения, не стоит приглашать. Потому что это будет действительно неинтересно. К вашей программе это тоже относится? Ну, вы знаете, в общем, конечно, я прекрасно понимаю, что если в передаче участвует известный человек, он может собрать больший рейтинг, хотя рейтинг на канале Культуры не особо всех интересует, потому что нет рекламы. Но у нас на программе обязательно есть молодые люди, которых не знает никто. И обязательно есть, например, ученые или какие-то там деятели науки, или не очень, может быть, супер знаменитые писатели. И это такая принципиальная позиция моя, потому что я хочу пытаться дать какой-то, ну, довольно широкий, широкую панораму культурной жизни. Поэтому я приглашаю разных людей, но преимущественно, преимущественно людей известных. А программа, которую вы ведете, Слова и музыка, да, на Эхе Москвы? Нет, на Маяке. На Маяке она. Там такой же принцип? Нет, это принципиально разные принципы, потому что программа «Ночной полет» это программа информационная, и для того, чтобы туда попал человек, должен быть какой-то информационный повод. А программа «Слова и музыка» это просто программа, где я говорю с людьми в основном о песнях, и поэтому там должны быть создатели песен, но поскольку я во всем, что я делаю, пытаюсь ломать формат, там я тоже иногда ломаю формат, и приходят люди, не имеющие никакого отношения к созданию песен, и я беседую с ними тоже. И там совершенно не обязательно, чтобы были какие-то суперзвезды или звезды, там, может быть, кто угодно. Как правило, должны быть люди, которые имеют отношение к созданию интересных и своеобразных песен. А вот человек, который практически ежедневно появляется на экране, которого знает вся Россия, что вы ищете в театре? Ведь это не приносит ни славы, ни известности, ни денег. Режиссер, которого никого-то никто не знает. Во-первых, я не думаю, что меня знает вся Россия. Программу «Времечка» и «Ночный полет» я думаю, знают все. Во-вторых, «Времечка» я не имею никакого отношения, а программу «Ночный полет» знают не все. Программу «Ночный полет» знают люди, которые смотрят канал «Культура», это особенные люди, и которым еще интересно, в принципе, такие беседы по идеологическому плану. Это тоже не всем нравится. А кроме этого, я не думаю, что побудительным мотивом человека, когда он занимается театром, является слава. Даже если представишь, что я был суперзнаменитым человеком, например, совсем-совсем знаменитым, это не значит, что я занимаюсь чем-то только в поисках славы. Есть какие-то другие побудительные мотивы, которые заставляют человека заниматься чем-либо. Например, самореализация. Мне кажется, что самореализация – это гораздо более серьезный побудительный мотив, чем слава, известность и деньги. То есть театр для Вас – это путь самореализации? Ну, все, чем я занимаюсь, для меня это путь самореализации. Я не предполагал, что популярность придет ко мне через телевидение. Так просто вышло достаточно случайно. Все, чем человек занимается, это, мне кажется, то, чем Вы занимаетесь, это либо добыча денег, но для меня это не может быть никогда повудительным мотивом, потому что я не умею зарабатывать деньги и, соответственно, не люблю. Просто потому, что не умею. Либо необходимость самореализации. Есть очень много людей, которых я уважаю, для которых зарабатывание денег – это и самореализация, но это не я. Ваша последняя театральная работа – это спектакль «Рокуков» в Театре Луны. Вы также работали еще, ставили в Манковке, на Поварской, в Ленкоме. Чем вы отличаете Театр Луны от других театров? Я, к сожалению, должен почти после каждого Вашего вопроса Вас поправлять. Я никогда не ставил на Поварской, я ставил на Покровке. Это два театра, похожие примерно так же, как «Амбхат» и «Большой». Они-то два совсем разных театра. Я никогда не ставил в Ленкоме. В Ленкоме ставили мою пьесу. Что касается того, чем отличается работа в театре, вот если говорить о том, где идут мои спектакли, мои спектакли идут в Театре Маяковского, в Театре на Покровке, в Театре Модерн, сейчас, если говорить про Москву, в Театре Луны, и вот сейчас я ставлю театр, спектакль в Театре «Школа современной пьесы». И 21 и 23 сентября у нас будут премьеры этого спектакля. Работа в театре, я не могу сказать, что она отличается этим, потому что и в других театрах тоже так бывает хорошо, но там очень хорошо организованная жизнь. Сергею Борисовичу Проханову удалось создать очень мощный, очень хорошо работающий коллектив людей, когда нет никаких проблем, связанных, собственно, с производством спектакля. То есть проблемы только творческие, а все остальные проблемы начинает с замечательного помощника его по литературной части Людмила Евгеньевна, заканчивая последним рабочим сценой, все работают очень слаженно. И в этом смысле это, конечно, очень приятно. Я несколько раз ставил за границей. Вот то, что делает Проханов, то, какой создал Театр Проханов, мне напоминает более всего работу заграничного театра, когда все проблемы решаются быстро, качественно, и ты не думаешь совершенно о том, поставить ли декорации, покрасить ли что-то. В общем, все работает очень хорошо. А за границей где вы работали? Я работал в Бельгии и в Эстонии. А в Бельгии вы даже закончили частный театральный колледж? Я не закончил его, но я учился некоторое время, да. И что это вам дало? Это профессия. Немножко вот про... Это дало мне профессию, это дало мне какие-то профессиональные умения, которыми я там учился, может быть, несколько своеобразным таким методом, потому что это западная школа, она отличается... Хотя она тоже строится на системе Станиславской, но она отличается очень в смысле организации, в смысле подхода к делу. Она очень отличается от, насколько я знаю, того подхода, который есть у нас. Это дало мне профессию, и, собственно, то, как я умею ставить спектакли, и этому я научился там в основном. А в Эстонии, в Сталинском театре, вы первым поставили пьесу Екатерины Великой? Вот это абсолютно точно. Вот это просто, да. Отечаянно ваш вопрос. Первым мне поставили пьесу Екатерины Великой, вторым в Русском театре, да. Да. А как пришла вот эта идея поднять вот эту пьесу? Никто раньше не ставил. Меня пригласили на постановку в эстонский русский театр, пригласили меня, и не было никакого названия, и я думал над тем, что можно поставить. У меня была, ушедшая два года назад, замечательная мама, и я с ней советовался, и говорил, что, конечно, в Эстонии надо ставить что-то необычное, но просто поехать, и это неправильно. И она говорит, почитай Екатерину Вторую, у нее была замечательная пьеса. Я не знал, что Екатерина Вторая писала пьесу, к своему стыду. И я начал читать ее пьесы, и это повлекло за собой любовь вообще к этому человеку, и потом спектакль с ней, сон императрица, который сейчас идет в театре Модерна уже много лет, где Илза Лиепа играет Екатерину Вторую. Я прочел несколько пьес, одна из которых я просто сразу увидел, как это можно сделать, как это можно поставить, и поставил ее в Таллинском русском театре. Это был довольно заметный спектакль, потому что там очень хорошо работали артисты, и потому что все-таки это было... Я думал, что это будет первая постановка пьесы Екатерина Второй, она так до сих пор остается единственной. Вернемся в Театр Луны, и к спектаклю Рококо. Вы назвали пьесу, постановку «Любовно-театрально-комический абсурд». Что Вы вкладываете в это название? В смысле в этот жанр? Да. Я вкладываю в «Любовно-театрально-комический абсурд», я вкладываю, что в этом спектакле есть абсурд на почве любви театра, и что это в общем достаточно забавно. Я никаких, ничего другого, кроме сказанного в этих словах, в это не вкладываю. Это достаточно абсурдная пьеса, и в ней очень много странностей, в ней подключается зал. Это пьеса про Францию эпохи Рококо, которая играется в грязных декорациях, и в грязных, хотя и очень красивых, в замечательно сделанных Яной Кремер костюмах. Это такая достаточно абсурдная вещь. Скажем так, довольно много на сцене присутствует натурализма, включая ту же курицу, которая не бутафорская. А еще? Вы видели спектакль? Да, не видел. Курица не бутафорская, а еще что? Довольно много натурализма, а что еще? Вы открываете для меня в моем спектакле какие-то интересные вещи? Мне хотелось подробнее об этом знать. Не знаю, так использую литературное слово, экскременты разбросанные по сцене. Экскременты разбросанные по сцене там нет? Вы видели когда спектакль? С начала самого? Где-то нет. Там лежал, поскольку в начале спектакля есть пожар, то там были разбросаны такие, как бы сгоревшие бумаги, которые мы потом убрали. Поэтому мне никогда бы не пришло в страшном сне. Идея играть среди экскрементов, спектакля. Это даже моя фантазия, которую я считаю достаточно. Но она как бы достаточно у меня есть, но и такое мне в голову не пришло. Что там едят курицу, да, но это не натурализм, там просто люди едят, как люди, а что они должны делать? Они должны есть что? Они поэтому едят настоящую курицу. Там нет никакого, я вообще не очень понимаю, что такое натурализм в театре. Вот они едят просто. И богатые люди хотят поесть, едят вкусную, нормальную курицу. Это первая мысль, которая пришла в голову, видев небо Тафорской, настоящую курицу, накормить голодных артистов. Вы знаете, у нас уже настолько они, они настолько не голодные, тем более, что там в этой сцене участвуют три артиста, либо Марусев, либо Текичев, они играют в двух составах, Герчуков, а потом к ним приходят Руденштейн. Что касается желая накормить Руденштейна, это должен быть только Абрамович, наверное, я не Абрамович, у меня поддакожда не возникало. А эти два артиста, они тоже очень сытые люди. Видно же, и Марусев, и Текичев. Текичев я знаю, у вас было, Женя Герчуков у вас была. Не надо их кормить. У них все хорошо. А вот еще немножко так вот, при просмотре спектакля пришла мысль, что какая-то вот пытается провести аналогия Франции по ферру какой современной Москвы. Знаете, ну, было бы нелепо писать пьесу в 2006 году, совершенно как бы не имея в виду, что ты живешь в наше время. У меня там нет аналогии современной Москвы, я таких не видел. У меня есть аналогии просто с нашей жизнью, но, собственно, у меня еще идет спектакль «Рамки приличий» в филиале Театра Маяковского про ту же самую эпоху. Мне просто очень интересно размышлять о любви и о том, каким образом, почему это чувство сегодня живет так плохо, почему мы так мало говорим о любви, почему мы так мало не думаем. Мне это кажется важно. В спектакле «Школа современной пьесы» своими словами вы выходите на сцену уже не как режиссер, а как актер. Да. И играете самого себя. Журналист. И берете, вот расскажите немножко про этот спектакль, как вы выходите, берете интервью, как себя чувствуют зрители в этот момент? Как вы выбираете зрителей? Иосиф Леонид Шрихельгаус пригласил меня для того, чтобы я брал интервью у подсаженной звезды. Скажет, что мы будем на каждом спектаке пригласить звезду. Ты будешь ее приглашать, ты будешь ее звать на... вы будете ее приглашать. И она будет им дать интервью. Я сказал, хорошо. Потом я подумал, что это неинтересно. И мы решили, что я буду брать интервью у любого человека, который захочет ко мне выйти и поговорить со мной про любовь в течение 15 минут, так, чтобы это было зрителям интересно. Перед первыми спектаклями мы с ним очень волновались, потому что было ощущение, что никто не выйдет. И я даже договорился с девушкой, которая играет официантку с актрисой, с Таней. Что Таня говорит, если что, то я вас позову. Она там вся без нервничала, как она будет писать. Пожалуйста, рассказывай. Но количество людей, которые хотят дать мне интервью, увеличивается с каждым спектаклем. И я уже знаю, что есть люди, которые специально приходят туда, чтобы дать интервью. И очень расстраиваются, когда я их не убираю. Никакого принципа нет. Никакого нет принципа. Единственное, что я в общем предпочитаю разговаривать с женщинами, потому что я в принципе посчитаю разговаривать с женщинами и вообще мне с ними как-то интереснее, что мне кажется нормально. Хотя может быть нынешняя ситуация шоу-бизнеса тоже ненормальная, но мне кажется более нормально, что с женщинами разговаривать с женщинами. И самое главное открытие, которое я для себя сделал, что нету такого человека в нашей стране, я думаю, что и в мире, которому нечего было бы рассказать про свою любовь. Истории, которые рассказывают люди, фантастические. И Рихельгал все время хочет сделать из этого такой... У него была уже идея сделать просто спектакль такой отдельный, который будет стоять только из интервью с людьми про любовь. У него была идея сделать документальный фильм. В результате все это у него не получается, зато я наконец-то пришел в этот театр как режиссер и автор пьесы. Вот сейчас я... У нас сейчас каникулы, а с сентября у нас возобновляются репетиции. Будет спектакль «Любовь в раю», в котором играет замечательный актер Юрий Беляев. Это, в общем, такая у него будет бенефисная роль. Анжела Хромова и Володя Шульга. Это очень странная, практически трагическая история. Про любовь очень не свойственен сегодня жанр трагедии. И что мне особенно приятно, что мне удалось уговорить арфаэта Циталашвили, выдающегося нашего иллюзиониста, придумать мне там несколько иллюзий. Он говорит, фокусы у вас в театре, а у нас иллюзия. То есть попросту говоря, фокусов, которые уже некоторые сделаны, а некоторые будут сделаны, которые, мне кажется, помогут создать такую совершенно необычную атмосферу этого спектакля. Это не просто люди там что-то манипулируют руками, а это просто фантастические совершенно вещи. Просто если все получится, что он нам обещает, то я сам с интересом буду смотреть, как это там будут плавать люди посреди сцены, летать хлеб, там какие-то будут такие еще. Интересно. То есть, какие все такие иллюзии? Плавать, то есть вода будет? Не-не-не, я не буду сейчас рассказывать. Воды не будет, будет человек лежать посреди сцены в воздухе и подниматься вверх-вниз. Я не буду рассказывать, но это нелепо было бы рассказывать. Ну, я могу сказать, что там есть действительно несколько таких вещей. Спектакль совершенно не про это, спектакль очень серьезный, но это малая сцена Школы современной пьесы, это камерная история. Она и замышлялась как камерная история, и делась как камерная история. В этой камерной истории очень важны всевозможные метафоры, всевозможные образы какие-то. И вот иллюзии от Сталашвили помогают эти образы отыскать. А вот как режиссер к экспериментам в театре, вы как относитесь? Хорошо. Хорошо. Я только не очень... А что укладывается в понятие эксперимента? Ну, вот даже взять ваш эксперимент, что у вас Моцарта сыграла Ирина Винт, женщина сыграла мужчина. Ну, это не эксперимент. Я на самом деле, мне кажется, что я не очень понимаю, почему я вас спросил. Я не очень понимаю, что такое эксперимент, потому что всякие спектакли хорошие можно назвать экспериментальными. В общем, в любом... Те великие спектакли, которые меня сформировали, спектакли Товстану, говорили спектакли Марка Анатольевича Захарова, у них везде был эксперимент. Что касается Иры Лин, то это была такая очень долгая история, в результате которой Валерий Сергеевич Златухин сказал мне, что он... Мы очень много говорили о Златухе, еще до этого, что я бы хотел поставить с ним Моцарта и Сарьев. Он сказал, что я... Вот все, у меня есть возможность, мы это можем делать в музее Высоцкого. Это был первый спектакль, который мы поставили на сцене в музее Высоцкого. Но у меня одно условие, что Моцарта будет играть Ира Лин. Я посмотрел Иру в спектакле Марат Сата, мне очень понравилось, как она играет. Дальше надо было придумать историю, которая оправдывала бы то, что Моцарта играет женщина. Потому что Златухин предполагал, что просто она будет... Ну, такой тревести. Я сказал, что это глупо, потому что, как мы объясним зрителю, а почему мы взяли на роль женщину, что нет мужиков, что ли? Значит, мы придумали историю, не добавив ни слова в трагедию Пушкина. Единственное, там было 8 строчек из первого времени Чумы. Мы придумали совершенно другую историю, в которой было понятно, почему женщина играет Моцарта. Эта история... Этот спектакль был показан на фестивале пушкинских спектаклей в Обскове, где его невероятно ругали и невероятно хвалили. Это все разделилось на две таких совершенно... на две неравные группы. Одни говорили, что это издевасте над Пушкином, другие говорили, что это новое прочтение, все значило. Так, а еще спектакль шелкобары за стеклом. Он сейчас не идет. Таким причинам что случилось из спектакля? Вы знаете, была очень странная история. Я сейчас не вспомню фамилию этого продюсера. Этот спектакль купила продюсер, который зовут Наталья. Фамилию ее я не помню. Но неважно. Она и купила этот спектакль, и она заключила с нами со всеми договора, с артистами, со мной. Со всеми договорилась, повесила афиши. И за два дня до премьеры она сказала, что спектакль прокатывать не будет. С чем это вызвано? Боярская, по-моему, фамилию. Талия Боярская. Так что, кто, например, захочет с ними делать, с ними делать не надо. Это моя личная точка зрения. И на все мои вопросы, а что случилось-то, в чем дело, объяснить. Она говорит, я не могу перевести декорации, потому что за продюсер, который не может перевести декорации. Вот. Ну вот и все. И, собственно, на этом наши с ней отношения закончились. Спектакль, любая. Ну все. Как вы относитесь к критике ваш адрес и какую роль она для вас играет? Спокойно. Если вы, поскольку меня спрашиваете сейчас, то я сейчас отношусь к критике очень спокойно. Для меня она не играет никакой роли, но для моей востребованности играет. Потому что если, к сожалению, люди, которые дают человеку постановки, а именно продюсеры и худруки театров, они ведь не смотрят спектакли, они судят по прессе. Поэтому, конечно, на имидж человека, который занимается театром, это влияет очень сильно. Я сам под это несколько раз попадал, когда я читал ругательные рецензии про каких-нибудь режиссеров, думал, что они... Вот у меня такая была история с спектаклем «Койка» по пьесе Андрея Яхонтова, пострадал Андрей Соколов. Я столько читал ругательных рецензий, что был виноват и поверил в это. И название мне не нравится. Но он не может быть хорошим спектаклем под названием «Койка». А потом я посмотрел спектакль и понял, что это потрясающая пьеса Яхонтова, фантастическая, очень глубокая, интересная и замечательная. Очень хорошая постановка Андрюша Соколова. Вообще там очень хорошо все играет. Это просто такой совершенно замечательный спектакль. Если бы я его не увидел, я бы так и был всю жизнь уверен, что спектакль плохой. Так, и вот такой вопрос. Сейчас возвращаясь от театра к телевидению. Накануне, один раз, накануне Нового года, вы выпустили в эфир программу, посвященную памяти умерших в данном году. Откуда появилась такая идея? Это было сделано два раза. И больше я этого делать не стал, потому что там продюсер, как бы не очень идея появилась. Когда я вспомнил, что у меня был в жизни такой период, когда я был молодой совсем, когда в период Нового года мне было очень... Я там расстался с девушкой и очень переживал и страдал по этому поводу. А все телевидение, которое существует где-то в период с 20 декабря по 13 января, оно рассчитано только на людей, которым не просто хорошо, а истерично хорошо жить. Просто невероятный восторг жизни они испытывают. И человеку, которому в этот момент плохо, ему это телевидение, его это телевидение должно еще больше бесить, потому что это невозможно. Когда тебе плохо, а тут еще тебе бесконечно по всем каналам рассказывают, как все хорошо. Я вспомнил свое такое состояние, я предложил продюсеру, который тогда был моим продюсером, Анатолия Николаевича Малкина, сделать передачу трагическую 30 декабря. Надо сказать ему должность, что и он, и руководство канала, по-моему, тогда это было НТВ. У меня передача выходила на трех каналов, по-моему, это было НТВ. Они как бы на это пошли, на этот эксперимент. Это был очень тяжелый эффект, очень сложный, потому что он начался с того, что позвонила женщина и сказала, что я хочу вспомнить своего сына, который погиб в Чечне. И у меня первый Новый год без него я встречаю. И вот дальше все так, так все и шло. И это была очень такая тяжелая история. Потом мы сделали второй раз. Второй раз получилось хуже, чем первый. И все, и больше уже оно не повторялось. А сейчас есть какие-то проекты, которые бы хотелось запустить на спорте? Знаете, я принадлежу к достаточно редкому типу, классу под виду ведущих, у которого две программы. У меня программа «Ночный полет» и «Дежурный по стране». Как правило, у телеведущих одна программа. Мне кажется, две программы – это более чем достаточно. Если эти программы останутся на будущий сезон, то это более чем достаточно. Если они закроются, тогда я буду уже с руководством обсуждать, нужен ли я им, в каком я нужном качестве, тогда уже будет руководством. Помимо театра, телевидения, радио, вы еще пишете книги. И одна из ваших книг в области психологии называется «Ремесло общения». Она основана на ваших лекциях. Скажите, пожалуйста, про эту книгу и про ваше преподавание в МГУ и в Независимой школе телевидения. Я преподавал в МГУ в Независимой школе телевидения в течение, с перерывами, наверное, там в течение где-то 8 лет. Такой предмет, который называется «Интервью как жанр в жизни». Потом на основе этих лекций вышла книжка, которая называется «Как разговорить собеседника и ремесло общения». Сейчас я читаю лекции крайне редко по каким-то отдельным приглашениям, просто в связи с отсутствием а времени и б. У меня не... Ну, как бы, те места, куда меня приглашают, тот же университет, это практически такая благотворительная работа. Там очень маленькие, тут совсем просто никакие деньги. Вот. А больше найти такую постоянную площадку я не могу. Но я боюсь, что вот с этим у меня просто была бы нехватка времени, потому что это надо постоянно раз в неделю куда-то приходить. В прямой жизни это влезет. Возможно, хотя и не исключено. А в чем секрет хорошего интервью? Знаете, я... Это вопрос хороший очень, и меня этот вопрос тоже очень интересует. Я сам над ним очень много бьюсь, и я не знаю... У меня нет однозначного ответа, но я знаю, что, во-первых, очень важно, чтобы человек, который берет интервью, умел слушать. Это более важно, чем мне задавать вопросы. И этому не учат вообще никто нигде. И второе, человек, который берет интервью, должен располагать у собеседника. Как этого добиться? Я не знаю. У меня нет рецептов, как научить людей, чтобы вот человек ощущал по отношению к вам доверие. То есть есть какие-то приемы, но они иногда действуют, иногда не действуют. Иногда они действуют наоборот. Как, ну, отталкивающие. Ну, в общем, вот, мне кажется, это две самые главные вещи. Располагать себя собеседника и уметь слушать. Уметь слушать, это значит, что каждый следующий вопрос должен быть продиктован не никем списком вопросов, которые ты хочешь задать, а ответом собеседника. И это самое тяжелое. Да. А также в этой книге вы ругаете Карнеги, потому что считаете... Я его не ругаю, я с ним полемизирую. Глава называется Карнеги гений, который слишком часто ошибался. Ругать Карнеги... Ругать человека... Понимаете, если бы я был человеком, чьи книжки читает весь мир и по ним живет, я бы и то не знаю, стал бы я ругать Карнеги. Это так, как можно ругать человека, который поколил весь мир. Это нельзя. Вы считаете, что его советы мешают получать информацию? Да. Потому что Карнеги рассчитывает на... Всяк... Если вы посмотрите книгу Карнеги, там написано, как перестать нервничать и начать жить, как перестать стесняться, как перестать думать, что тебя не любят. Он рассчитан на больных людей. Карнеги рассчитан на закомплексованных и больных людей. Закомплексованный больной человек не может взять интервью. Изначально. А вот книжка... Я не хочу себя противопоставлять Карнеги, но когда я разговариваю с моими студентами, я исхожу из того, что это люди... или лекции читаю, что это люди, которые, может быть, неумелые, может быть, не... Там у них есть какие-то свои проблемы, но они нормальные. Они живут, они нервничают. Если человек нервничает, а не живет, то это, в общем, мне кажется, проблема психиатра. Да, на самом деле. Если нервничаешь, очень сложно. Если нет, то вообще сложно что-либо сделать. А в то же время сподвигла ли вас работа Фрейда на написание книги? Я писал пьесу о Фрейде, у меня есть пьеса о Фрейде, и я... Я не могу сказать, что я им занимался, но я, в общем, так достаточно много его читал. Нет, меня сподвигло написание книги не Фрейда, а то, что я читал много лекций и преподавал долго, и меня все спрашивали, а где все можно прочесть? Я понял, что нужно создать некоторую такую систему. Понятно, что в этих моих лекциях вырубилась некоторая система. Она может быть, нравится, не нравится, хорошая, плохая, но она как бы существует. Ее надо... Мне захотелось как-то объединить в книгу. Нашелся издатель АСТ Пресс, который сказал, да, замечательно, это очень хорошая идея, давайте делать ее все. Только они сначала не принимали слово ремесло. Они не принимали... Они... Откуда вы знаете? Читала. Нет, они просто говорили мне, что искусство, искусство общения. Я говорил им, что искусство отличается от ремесла тем, что искусство невозможно научить, а ремеслу можно. Искусство общения это книга про некую божественную жизнь, про неких богов, которые умеют общаться. На них можно молиться, смотреть, и все. А ремесло общения это то, что вот можно, вот ты можешь, знаете, научиться. Ты можешь научиться, как разговаривать с собеседником так, чтобы получать нужную тебе информацию. Это возможно. Значит, Карнеги рассчитан на людей больных, а Фрейд работает с людьми здоровыми. Знаете, я, вот, что касается Карнеги, то, по счастью, его наследие не такое объемное, как наследие Фрейда. Я его, как бы, читал много, в том числе и его исторические произведения, которые заставляют меня подумать о том, что он был не очень глубоким ученым, в частности, его размышления о том, что Ленин был счастлив в браке. Меня потрясло. А что касается Фрейда, то я его не изучал так глубоко. И вот это такой степени, нет, но Фрейд был врач, поэтому, естественно, он имел дело с больными людьми, но он и не утверждает нигде. Он не создавал систему, по которой надо жить. Карнеги создавал систему, по которой надо жить. Этим он принципиально отличается от Фрейда. Скажите про вашу пьесу, написанную на Фрейде. У меня написана о Фрейде пьеса. Эта пьеса написана по... Это очень сильно переработано сценарий Сартера. У Сартера есть такой сценарий, называется Фрейд. Но на самом деле это просто такой огромный роман. Я его очень сильно переделал. Я добавил туда всяких историй из... Я там вычленил, даже не то, что я вычленил там некоторую историю. Я думаю, что там довольно много действующих лиц. И я сейчас не могу себе представить театра, который бы эту пьесу взял, потому что там много народу. Она очень серьезная, она совершенно... Хотя там есть всякие, естественно, эротические моменты. Там очень сложные роли. Их много, и они очень сложные. Поэтому она напечатана в двух моих сборниках пьес, но никогда нигде не была пустой. Еще такой вопрос. В феврале вы были в жюри Национального фестиваля музыкального сердца театра. На ваш взгляд, какова сейчас судьба мюзикла в России? Судьба мюзикла в России какова? Мне не кажется, что... Мне кажется, что прошел тот период, когда все хотели очень ставить мюзикла. Мюзиклы очень сильно этим занимались и очень много об этом говорили. И так далее. С другой стороны, прошла та история, когда мюзикл считался западным жанром, был запрещаем. И нельзя было называть мюзиклом спектакль, который на самом деле мюзиклами являлся. Например, великий спектакль «История лошади». На самом деле, это мюзикл, но нельзя было так называть. Часто это просто один из жанров. Может быть, благодаря людям, которые делают этот фестиваль, в первую очередь, Диме Калантарову и Наталье, Натальше Громушкину, благодаря им, будет какой-то новый всплеск нашего отечественного мюзикла. Но мюзикл – это очень затратная история, поэтому, если найдутся деньги, это просто жанр. Мне кажется, не надо это как-то так очень преувеличивать. Но уже вот есть такой жанр – трагедия, есть такой жанр – мюзикл. Это жанр. Он живет себя своей жизнью. У нас, как бы, все-таки, говоря о мюзикле, в первую очередь, ориентируются либо на американские, бродвейские мюзиклы, либо на французские. Наш российский мюзикл отличается. А кто ориентируется? Вот кто вот эти существа, которые говорят о мюзикле, ориентируются? Это о кого ориентируются? Я имею в виду, вот зрители, которые ходят в театр, когда произносят слово мюзикл, все сразу вспоминают «Аха, Ноттердам!», «Аха, Чикаго!», «Аха, мамма миа!» Вы знаете, мы, видимо, с вами общаемся с разными людьми. Я думаю, что среди моих знакомых нет ни одного человека, который знает, что такое мамма миа. Потому что тем более это ужасное произведение, на мой взгляд. Тем более, которые бы на них ориентируются. Мне как раз кажется, что подавляющее большинство наших, ну, вот зрители, во всяком случае, среднего поколения, они ориентируются на те музыкальные спектакли, которые они видели, например, на Юнону и Авось. На Авосьу дорогу называют рок-оперой. Ну, это не имеет значения. Ну, ее можно называть как угодно. И, собственно, мы сейчас можем с вами долго говорить о том, что такое мюзикл, и чем отличается, например, мюзикл от оперетты. Вы знаете? Я не знаю. Оперетта более классическая. Не, ну почему? А что, не может быть современная оперетта? То есть, то есть, мюзикл это помолодевшая оперетта. Вот на самом деле, вот так же, я не знаю, чем отличается оперетта от мюзикла. Я не знаю, что такое рок-опера, я не понимаю этого жанра при просто коленопреклоненном отношении к Рыбникову и Захаровой, Караченцеву, которые делают спектакли, Васильеву, который ставил там танцы. Ну, они так это все назвали. Люди молодого поколения, они, наверное, больше ориентируются на Нотр-Дам и так далее. У меня был мастер-класс во время этих, который вызвал большой протест, как всегда это бывает, теоретиков. Мне кажется, что русский мюзикл это мюзикл, в котором, может быть, использована система Станиславского и может существовать, может жить русско-психологический театр. То есть, если нам удастся кому-нибудь сделать музыкальный спектакль, когда я буду сопереживать героям этого спектакля, чего не происходит ни в Нотр-Даме, тем более, в Мамма-Мия. Там особо даже сопереживать нечего. Вот если русский зритель приходит либо развлекаться, либо плакать, либо плакать, либо смеяться, он приходит за эмоциями. Вот если мюзикл сможет дать такие эмоции, то будет очень хорошо. Вот сейчас, даст Бог, наверное, в октябре откроется в Москве такая новая площадка, пока это не театр, а площадка, есть замечательный музей Булгакова-Носадовой. И там сейчас просто вот мы с вами разговариваем, в это время там строится театр, просто сейчас там строится театр. Я предложил директору музея попробовать такой жанр, которого нету, по-моему, вообще камерный мюзикл. Не от слова тюрьма, а от слова камерность. Сделать мюзикл на трех-четырех человек музыкальный, или там музыкальный спектакль, где музыка будет одним из действующих лиц, таких очень важных, но при этом там будет сюжет, там будет сопереживание, и так далее. Ну, вот если получится, вот как раз вы спрашивали про эксперимент, то значит будет. Опять же, нужны деньги, нужно, чтобы построили театр, нужно найти артистов, которые могут двигаться и так далее. Мне кажется, что я не думаю, что зрители ориентируются куда-то, туда или сюда. зрители ориентируются на хорошую музыку, в первую очередь, коммерческий, безусловно, успех музыкла «Мамма миа», там коммерческий успех, безусловно, я сам сидел в зале Дворца Младежи, который был забит под завязку, доказывать, что в музыкле может абсолютно отсутствовать актерские работы, абсолютно отсутствовать смысл, абсолютно быть жуткой декорацией кошмарный свет, но как только включается мелодия Абба, все сразу раз, и можно, в принципе, они могли, про этот мюзикл не важно, значит, в мюзикле самое главное это музыка, вторая важная вещь это звезды, третья важная вещь это, ну, отчасти какой-то сюжет и постановка на третьем месте, вот если это все есть, то зритель туда идет, ему все равно, американские, это французские, это русские, то он идет вот на эти вещи. Но как раз таки в «Мамма миа» таковой звезды отсутствуют. Вот я говорю, там все отсутствует кроме музыки. Вот «Мама миа» как раз, на мой взгляд, пример такого спектакля, который доказывает, если есть такая музыка, а бы гениальная, на мой взгляд, если есть гениальная музыка, все остальное не имеет никакого значения. А если взять, к примеру, музыка «Луэл Ракхью», где присутствует музыка «Куинн», тоже гениальная, но там не было ни звезд, при этом хорошая площадка театра эстрады, и музыка как таковой провалилась? Я не могу вам ничего сказать, потому что я от вас переводи слышу об этом большом культурном событии в жизни нашего города. Я не знаю, что происходит. Мне надо ну либо хоть посмотреть, что-то, что-то про это говорить. У меня нет по этому позиции. Никакой. Я не в курсе. Я просто не в курсе. С правого урока вы даже не слышали? Нет. Я, собственно, и про «Мама Мия» бы не слышал, если бы я не стал членом жюри, и как член жюри, я должен был смотреть спектакль представленный. И потом они, кстати говоря, вот было такое невероятное хамство, потому что они везде в интернете написали, что мюзикл «Мама Мия» победил, хотя победил в мюзикл татарского театра «Черная горка», а действительно «Мама Мия» дали там премию за женскую роль и продюсеру дали, но они везде себя объявили как победителя. Но это вот такая агрессивная реклама, может быть, вот этому музыку, про которую вы рассказываете, я не могу выиграть это слово читание на весь музыке, который был в театре эстрада. Может быть, ему не хватало такой агрессивной рекламы, не знаю. А вы, как член жюри, согласны с всеми наградами победителями, которые выдвинулись на музыкальном социале? Вы знаете, я, конечно, согласен не со всеми, и, кстати говоря, «Черная бурка» это был единственный, по-моему, лучший спектакль, лучший режиссур, который, в общем, не вызвал особых споров. Скажем, по поводу каких-то вещей были споры, но, естественно, я не буду об этом говорить, потому что я подписался, просто физически, мы все расписывались в протоколах, я подписался за все решения жюри, и это как бы внутреннее дело жюри, вот это обсуждение, там у нас, я должен сказать, что был очень здорово организован фестиваль, и очень серьезно все было, мы так очень серьезно все обсуждали, и все член жюри приходили, там у нас было несколько свиданий, все приходили, все все видели, все имели свою точку зрения, там кто-то не смог прийти, он написал очень подробные такие письма, вот, то есть это как бы очень серьезно было, и это наша внутренняя работа, вот уже то, что мы вынесли, это решение жюри, и тут я должен сказать, что да, вот это жюри решило так. Если вас в следующем году опять позовут, вас с удовольствием принесут? Конечно, там очень хорошие люди, просто это все организм, дело же начинается с идеи и с людей, там это вот, я сказал, Дима Калантаров, Наташа Кромушкина, они собрали какую-то очень хорошую компанию людей, очень хороших, и там очень, очень все, и жюри было очень милые, милые все были, и очень замечательно совершенно Дружинин и Кортнев сделали церемонию закрытия в прекрасную Дову и Мозг, там как-то все очень хорошо и поинтеллигентно. Я думаю, что у этого фестиваля огромное будущее, и я думаю, что он будет так очень, должен развиваться. Так, Хочу благодарить, что вы сегодня пришли в студию. Спасибо большое, что пожелали. Дорогие друзья, я с вами прощаюсь до следующей недели, следите за анонсами на сайте. Спасибо, что были с нами. Напоминаю, в гостях у нас был журналист, писатель, театральный режиссер, телерадиоведущий, Андрей Максимов. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok